Жаркое блюдо Жаркое блюдо Более такой выраженный получается, ярко выраженный вкус, аромат у них Для индейки можно чесночком все приправить и будет все идеально Приезжая практически в любую страну, можно попробовать жаркое по местному рецепту Самое знаменитое, пожалуй, венгерский гуляш Пастушьи блюда готовятся в основном из говядины с паприкой и луком И чем их больше, тем вкуснее В Болгарии вас накормят яхнией, кушаньем, перешедшим из турецкой кухни Все ингредиенты в нем выкладывают слоями и запекают В Грузии уважают чанахи Это жаркое готовят еще с 15 века из баранины и картофеля Но и не обойдется этот парад жаркого без татарского азу В нем кусочки мяса соседствуют с помидорами, луком, картофелем и ломтиками соленого огурца Не возбраняется придумать свой собственный рецепт, вобрав в него все самое вкусное из национальных кухонь К мясу добавляются в основном овощи, различные овощи То есть с говядиной можно будет и лук, и картошку, и баклажаны, перец Все различные продукты Для баранины можно без картошки, но в основном чесночка, специи Ну и также перец остренького, с острым баранином, очень даже вкусно Свинина, свинина с томатами очень хорошо подходит И главное, советуют кулинары, не торопиться солить Лучше сделать это в конце приготовления, так блюдо выйдет сочнее Томим в горшочках, либо в каких-то чугунных сковородочках с крышечками И оно набирает в себе ароматы всех овощей, само мясо раскрывает все вкусы Изначально обжаривают мясо, немножко обжарили, добавили овощей, пожарили и потом уже в горшочке запекать Обычно это делают в горшочках и в обычную духовку или в пароконвектомат, например Оно будет тем же самым образом томиться приближенно к обычной русской печи, как это раньше готовили Это нужно готовить все под закрытой крышечкой, чтобы все соки оставались внутри продукта, внутри этого блюда В чем подавать жаркое в горшочке, тарелке или сделать необычную посуду из хлеба или какого-нибудь овоща Это уже вопрос вкуса и кулинарного мастерства Главное, чтобы содержимое было сочным и сражало аппетитным ароматом